Здравствуйте, мы рады вас видеть в городе Криково. Это город шахтеров, город виноделов. Ну, есть, конечно, маленький недостаток – тюрьма, но тоже надо кого-то воспитывать. Ну, для кого недостаток? Я являюсь председателем ветерана военно-морского флота имени Астана Ивановича Маринеско. Я счастлива, что в Молдовии есть кто-то, хоть кто-то такие люди, как вы, например. Я не то, что, боже мой, вы снимаете. Нет, это тут не фальши, я говорю от души. Правда? Есть партии и активисты, которые предлагают бойкотировать президентские выборы, прежде всего, партия коммунистов. Ну, что можно, как бы, ответить на это? Первое, вот мы встречаемся каждый день в разных районах, и мы чувствуем, что люди хотят пойти на выборы, они хотят проголосовать против этой власти. Если бойкотировать эти выборы, то просто лишим людей этой возможности. Второе, ну, про партию коммунистов есть такое выражение – мертвые хватают живых. То есть, конечно, они понимают, что у них нет никаких шансов получить какой-то приличный результат на этих выборах. Даже если Воронин пойдет, только опозорится. Поэтому они нашли себе такую отговорку – мы не идем на выборы, потому что мы их бойкотируем. То есть, партия коммунистов – это такой политический труп, и было бы хорошо, конечно, чтобы они уже похоронили этот труп. Они бегали, как курица с отрубленной головой по огороду, значит, в конвульсиях, и убеждала в чем-то других. Их довод о том, что если все объединятся и будут бойкотировать, мы сможем сделать так, чтобы явка была ниже одной трети, выборы признают несостоявшимися, он тоже не выдерживает критики, потому что логики здесь нет. Они говорят, с одной стороны, что все фальсифицируется. Если все фальсифицируется, то почему явка не может быть сфальсифицирована? То есть, они сфальсифицируют и явку. И даже если выборы в первом туре будут признаны несостоявшимися, по закону должны быть проведены повторные выборы, а там уже явка не имеет значения. Даже если 10% придет, все равно выборы будут объявлены состоявшимися. Следующий аргумент – наша партия – это политическая партия. А партии обязаны участвовать в выборах, потому что если они не участвуют в выборах, они просто вообще выпадают из политической жизни. Ренат Таусатый, он не может баллотироваться в президенты, потому что оставили потолок возраста в 40 лет. Партия предложила мне, и мы идем на эти выборы, и мы реально видим, что люди очень хорошо воспринимают наше предложение распустить этот парламент и назначить досрочные выборы. То есть то, что мы предлагаем, наш путь добиться этих досрочных выборов, он не менее эффективный, более короткий, и он не противоречит даже вот этой идее бойкота. То есть с бойкотом неизвестно, получится, не получится, скорее всего не получится, потому что они все сфальсифицируют. А наш план, он имеет очень большие шансы на успех. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин